Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии и не только. Ещё одна небольшая зарисовка по поводу аспекта оппозиции о Плутон-Лилит. Мы уже обсудили то, как проявили нам это Мэган и Гарри. Мы говорили, свадьба — это начало проекта, и она была на соединении Плутон-Лилит. И кульминацию достигает на оппозиции. Под аспектом Плутон-Лилит закладываются жёсткие, жестокие, решительные, амбициозные, дорогостоящие, крупномасштабные, наднациональные, надгосударственные проекты, которые разрушают по итогу старую систему. На соединении Плутон-Лилит закладываются проекты, смыслом которых является существующей реальности. Для чего? Для высвобождения новых потенциальных внутренних, ещё не раскрытых, непознанных энергий. Я бы сказала, под Плутоном сверхэнергий. Задача оппозиции Плутон-Лилит — скрыть самые закостенелые, самые мерзкие наши слои, мысли, поступки, вывернуть это всё на поверхность для того, чтобы мы прозрели, сделали выводы, и из выводов родился сюжет новый. Без выводов сюжет новый не родится. И тогда потребуется катарсис. Сложность проработки аспекта в том, что, убивая одного дракона, мы с очень большой вероятностью порождаем нового. Я хочу напомнить, прежде чем мы начнём разбор, что по астрологическим аспектам мы непредвзято, то есть возвысившись над нашими земными заинтересованностями, гневом, обидами, пренебрегая этим и тем самым, не искажая, не омрачая и не делая более радужной проводимость, прочитываем тонкие смыслы, входя непосредственно, собственно говоря, в план идей. Только так мы можем прозреть суть вещей. Если мы окрашиваем это всё своими помрачениями серединного мира, то, конечно, ничего мы не прочитаем. Поэтому сухо смотрим сюжет и анализируем. Только так перед нами раскрывается план знаний и смыслов, то есть и мы получаем откровения. Сейчас на оппозиции Плутон-Лилит кульминация от аспекта соединения Плутон-Лилит в 2018 году. На соединении Плутон-Лилит мы с вами проговорили, что была свадьба Меганы Гарри, а на оппозиции чётко, как по часикам, прямо вот английская вот эта точность, вежливость королей, как мы обсуждали, выходит документальный фильм Netflix, где Меган и Гарри во всей красе буквально выставляют на показ себя публике, буквально монетизируют своих детей и выворачивают грязное бельё семьи. Это очень, на самом деле, некрасиво сделано. То есть с мирской точки зрения, конечно, всё это крайне мерзко, отвратительно, но с другой стороны, наверное, ещё Сюлиси сдохло, и что-то пошло не так. И поэтому на таком аспекте это происходит именно таким вот образом. Но в любом случае мы говорим, что этот аспект призван демонтировать существующую, сгнившую реальность. Плутон-хирург, который вот там по гангренам как раз. Лилит ему мешает, поэтому оппозиция, но надо что-то делать. И мы проговорили, что такое выворачивание отвратительного вот этого смрадного чудовища, выворачиваемая перед нами на сегодняшних аспектах, говорит о том, что каждому из нас на вот этом ретроградном Марсе нужно заглянуть в себя и почистить там Авгиевы конюшни и вот эти смрадные болота. Поэтому специально накануне мы выложили вот этот замечательный ролик про подвиги Геракла, чтобы через созерцание Божественного прочесть свои карты, посмотреть по-другому на свои натальные карты. Девять голов гидры из подвигов Геракла – это пороки, среди которых гордыня, бессердечие, желание власти, ненависть, презрение, злопамятность, неблагодарность, жажда наживы, безответственность, моя хата с краю и так далее. И задача вот этого аспекта, оппозиция Плутон-Лилит, как раз что сделать? Предъявить нам то, что следует на самом-то деле именно в себе что-то трансформировать, преобразовать энергии того же жестокосердия и цинизма, например, в Милосердие. Мы вспомнили с вами Сирию, Югославию, много чего, и тот же Крымский мост, и того же Путина. А что нас ещё затронуло вот в эти дни, но мы не успели сказать, потому что у нас лимит по электричеству, как, собственно говоря, и сейчас. Нас затронуло интервью Меркель, Анжелы Меркель, Ангелы Меркель. Интервью происходило 7 декабря, то есть на оппозиции Плутон-Лилит. Про остальные аспекты я промолчу. Главная наша сегодня тема — это Плутон-Лилит. Значит, по логике она тоже, Меркель, подобно Меган и Гарри, что-то вывернула на обозрение. Что? Если у Меган и Гарри это про монархию, то у Меркель это... Меркель про абсолютно скомпрометировавшие себя институт дипломатии и взаимоотношений стран. Вот о чём. Сейчас напомню, что мы без эмоций и воплей сухо смотрим суть. Меркель в интервью говорит о тактической дипломатической хитрости во благо демократии. Она говорит, что государства-гаранты, то есть Германия и Франция, в лице Меркель и Оланда, становясь гарантами переговоров, совершенно не собирались выполнять требования Путина. Требования Путина мы не обсуждаем сейчас, хотя помним, что у него в карте соединения Плутон-Лилит, что он сейчас обязательно должен резонировать. У него Плутон с Лилит и Кету. И в 2023 году у него возвращение Лилит. Это мы с вами обсудим в другом ролике. Да, и напомню, что когда человек обретает власть, то он уже не принадлежит себе. Его описывает та мистерия, на которой он пришёл, или которая с ним связывается на общегосударственном уровне. Неважно, когда день рождения у Путина на самом-то деле. Факт в том, что он проявлен миру с датой официальной, 7-е, 10-е, 52-е. В эту дату более 20 лет подпитывается энергией вот эта сущность. Миллионы людей туда сливают какой-то посыл энергетический. И эта сущность становится проводником теперь перед нами высших смыслов. Собственно говоря, мы сейчас то же самое и про Меркель будем говорить. То есть мы не обсуждаем их как людей, мы обсуждаем именно как мистерия, проявленная через них большому количеству людей. Итак, мы сказали, что на оппозиции Плутон-Лилит 7 декабря 2022 года Меркель признаётся в крупномасштабной афёре, пусть во благо, по её словам, вот этой демократии, но тем не менее. С этого момента институт международной дипломатии утратил свой смысл. Марс в Близнецах явно тоже руку приложил, конечно. Юпитер, который находится в мутных рыбах, 100% тоже гаранты недоговороспособны. Ладно, сегодня обманули Путина, но завтра это будет кто-то другой. И вот этот аспект Плутон-Лилит, он призывает нас переосмыслить политику, переосмыслить своё отношение. То есть на сегодняшний момент западная дипломатия себя буквально убила. Меркель становится канцлером на соединении Лилит с её Плутоном в 2005 году. Транзитный Плутон тогда шёл по её стрельцовскому Марсу. То есть Марс её – это про договорённости, про стратегию, про большую политику. И когда Плутон туда пришёл, он наделил её сверхмощными полномочиями. Меркель даёт интервью в тот момент, когда Лилит и Друдж, Рачи, стоят на её натальном солнце. Друдж, истинная чёрная луна, стоят буквально градусов и радостное её солнце. Это мы говорим о затмении духа. Мы бы могли сказать, но мы сильно тихо промолчим, многозначительно. Конечно, на таком аспекте, на самом деле, вынести расстрельный буквально приговор Институту дипломатии, то есть помрачение аспект, в её задачи по Марсу входит как раз прорабатывать эту дипломатию. Но тут получается, что наоборот. То есть всё читается буквально дословно. Меркель становится канцлером в далёком... В 2005 году, 22 ноября, вот тогда был аспект Тригон, Плутон, Лилит. Вроде бы хорошо зашла, но что-то пошло не так. Там, в карте её канцлерства, Змееносец, причём именно на Виакамбуста, то есть про исцеление вот этого всего. Но мы понимаем с вами, что раз исцеление, значит, она должна была на закате, так сказать, своей карьеры что-то проявить, чтобы дальше мы потом продолжили её путь по исцелению. Но в той мистерии нужно тоже отметить, Марс шёл в оппозиции к Юпитеру, а сейчас квадрат Марс-Юпитер. То есть этот аспект на самом-то деле, он читается каким образом? Что за внешней приветливостью Марса-оппозиции Юпитер скрывается суровый оскал капитализма. Представляете, как чётко всё читается? Это, кстати, и про расточительство чужих денег, про бесчестность, действия и обещания Марс-Юпитер в конфликте. В карте принятия должности тоже интересно посмотреть Луна с Сатурном. Вот запомним, кстати, вот это соединение. Луна с Сатурном и Лилит во Льве в оппозиции к Нептуну. Луна в оппозиции к Нептуну. Сатурн в оппозиции к Нептуну. Это, конечно, что-то такой микс. Луна-народ в мунданной астрологии. Заморожены, получается, по итогу вот этим, ну как бы Сатурном, властью. Взяты в тиски и обмануты оппозиция к Нептуну. Вот с такой мистерией зашла Меркель. Собственно, что ещё сказать? Но снова мы зададимся вопросом к нашему высшему началу. Почему наша душа захотела увидеть этот сюжет? Почему его притянула? Почему Меркель должна, ключевое слово, должна проявить нам вот эту мистерию? То есть по Станиславскому буквально верю, отыграть по полной программе? Задаёмся этим вопросом и сами себе отвечаем. Но в любом случае на вторую часть вопроса ответ будет по принципу подобия. Скорее всего. Интересно то, что Шольц пришёл к власти на соединении Луны снова с Сатурном, я поэтому просила запомнить в Тригоне Клилит. То есть снова мы видим Тригон Клилит. Зато Друдж на Раху Шольца. И вот тогда транзитная чёрная луна ходила по Близнецовскому солнцу Наталу Шольца. То есть опять мы видим, как происходит мутация одного сюжета, в другой, как мы говорили про Порошенко и Зеленского, вот здесь та же самая получается ситуация, то есть передача условной эстафетной палочки. Правители являются проводниками смыслов и трагедий каждого народа. Чтобы выйти из-под этой предопределённости и коллективной кармы, нужно пробуждение. Для начала это, конечно, освоение, полное освоение энергии Натала и изживание осознанное мистерий, заложенных там душой. Для этого мы разбираем Натальные карты на консультациях, поэтому мы должны понимать, что астрология — это великое знание, это замечательный волшебный ключик, оставленный нам, нами же, на будущее, нами высшими. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в Facebook в личку, будем вместе разбирать ваши Натальные карты, вместе искать предназначения, исследовать кармические долги и прочитывать мистерии. Почитайте наши дополнительные разборы, рекомендую, в Telegram и в Instagram. Также скачивайте наш астрологический календарь на 2023 год. И мы говорили, что в мире очень много иллюзий, туманов, обмана, театра. Это почему? Это потому, что мы носим маски сами же перед собой, сами же от себя прячемся от настоящих. И, соответственно, мир отвечает нам взаимностью. Будем прозревать эти маски и разотождествляться с ними. Это мы тоже с вами можем сделать. Помните главное о своём божественном начале. Помните о духе и душе. Они первичнее материи. Будьте умничками, будьте сознательными, будьте синхронны божественному плану и прозревайте суть вещей. С любовью, Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Снова под фонариками. Пока-пока.